друзья всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели снова мы на финансовых рынках и говорим о ключевых событиях которые оказывают влияние на динамику финансовых инструментов не забывайте подписываться на наш канал оставлять вопросы по темам которые вас интересуют в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки друзья хочу пожелать вам замечательных выходных сегодня безусловно еще один рабочий день торговый день мы его отработаем тем более что индекс американской валюты все-таки удержался выше 97 и я считаю что теперь после выхода последних данных по нон-фарм перлоса есть у доллар очень хорошая база для дальнейшего восстановления но сегодня к вам пришел не только с отсылкой на статистику будет еще несколько факторов также поддерживающий позиции доллара в понедельник у нас снова две встречи это брифинг и вебинар правильный понедельник поэтому соберитесь с силами сохраните хороший настрой в понедельник начнется новый забег на 5 полноценных торговых сессий и снова мы будем следить за тем что происходит и держать руку на пульсе начнем мы сегодня с рынка нефти который коварно особенно учитывая то что я в понедельник все-таки поставил на снижение продолжает расти 42 67 это котировки бренда рынок нефти игнорирует много фундаментальных факторов которые по идее могли бы стать причиной очень хороших распродаж это прогноз международного валютного фонда прогноз был ухудшен потому росту который ожидается на 2020 год участники рынка продолжают игнорировать рекордные показатели заражений в сша причем раньше рекорд еще апрельский держался там на отметке 36 тысяч новых заражений за сутки на этой неделе этот показатель достиг 40 тысяч и вчера вот к сожалению новый рекорд 50 тысяч только во флориде было зарегистрировано 10 тысяч случаев о некоторых штатах я говорил отдельно в ходе этой недели калифорния флорида техаса там разумеется уже ни о каких дальнейших послаблениях речь не идет и более того серьезно задумывается о том не стоит ли вообще вернуться к прежним мерам блокировки я полагаю что если а ситуация с распространением с выходом из-под контроля коронавируса не удастся сдержать сейчас то точно такие же меры будут следовать по другим штатам и в итоге снова накроют американскую экономику но это уже опять же как это повлияет а впоследствии на фундаментальные показатели что произойдет с экономикой сша это то о чем мы поговорим позже друзья сейчас просто вы должны понимать наличие вот этого риска поэтому для доллара кстати говоря это еще одна причина использовать его как инструмент являющийся классической защиты александр новак министр энергетики россии очень дипломатично ответил на вопрос будет ли продолжение действия пакта точнее участие россии в этом пакте после июля новак прокомментировал что он искренне надеется то что рынок удастся рынок нефти сбалансировать в рамках вот этого месяца ну друзья мы обычно читаем между строк и я полагаю что это был намек на то что россия может даже и не взять на себя продление обязательства на августа поэтому сама сути вот этой сделки энергетического пакта по изъятию с рынка определенных объемов нефтянки 9 7 миллионов баррелей в сутки эта сделка начинает потихоньку на мой взгляд разваливаться из-за того что сегодня низколиквидная торговая сессия выходной день сша бейкер хьюз отчет также был опубликован накануне 185 платформ состав 188 ну небольшое снижение ранее мы привыкли к тому что количество буровых сокращалось там на десятки сейчас вот уже вторую неделю подряд в диапазоне трех вот буровых коррекция и это также указывает на то что скорее всего по этому показателю мы очень скоро достигнем на поэтому будут созданы условия для возвращения на рынок американских сланцевых производителей если взвесить все весь этот фон получается что действительно у нефти очень хорошие возможности для снижения но весь этот фундамент игнорируется и участники рынка по-прежнему ставят на то что мировая экономика будет чувствовать себя через месяц еще лучше чем опять же сегодня чем сейчас и это впоследствии скажется на объемах потребления вам нужно определить для себя друзья какой категории трейдера вы относитесь на какой фундамент вы обращаете внимание я насколько вы наверняка знаете все-таки придерживаясь к позиции того что нефти является очень перекупленным активом сейчас индекс доллара 97 22 нон фарм перс плюс 4 8 миллиона за средние заработные платы плюс 5 процентов уровень безработицы снизился с 3 с 13 и 3 до 11 1 очень сильный отчет мы в принципе и настраивались на хорошую статистику трамп сразу же после этого отметил что экономика явно взлетает доллар первая реакция индекса доллара на отчет было снижением но потом американскую валюту стали быстро выкупать опять же поскольку обновили статистику по количеству на заболевших это повысило спрос на доллар как на защиту а стена сша принял законопроект о санкциях против китая это также стало стимулом для укрепления позиции их и доллара и под закрытие торговой сессии пришла информация о том что баланс федрезерва сокращается друзья третью неделю подряд снова за неделю минус 75 миллиардов и сейчас фактически баланс находится на минимальном уровне с середины мая все равно больше 7 триллионов это конечно же много но как я уже не раз говорил сокращение изъятие ликвидности должно было начаться хочешь чего-то друзья очень хороший фонд чтобы сейчас покупать доллар я не вижу вообще причин чтобы его а продавать если у вас своя точка зрения если вы считаете что есть какие-то факторы для этого делитесь в комментариях я специально сейчас сделал акцент и на а фон геополитический и на ситуацию вокруг коронавируса и на статистику и на то что происходит со стимулами и соответственно с балансом фрс то есть старался охватить в круговую весь новостной фон который мог повлиять на доллары как вы могли убедиться причин для снижения американца сейчас нету золото 1773 друзья я открыл длинную позицию да я хотел дождаться более серьезной коррекции но все-таки виде реальную отрицательную доходность по облигациям сейчас которая учитывать не только общий показатель доходности но еще делает корректировку на показатели инфляции считаю что золото остается очень хорошим инструментом для сбережения средств на фоне именно отрицательной доходности по реальной доходности по облигациям ну и конечно же золото это еще и хеджирующий актив от валютных рисков евро против доллара 1 1235 лихо мы упали с отметки 1 13 опять же это падение совпало кстати с сообщением о том что бундесбанк возобновить свое участие в программе количественного смягчения уже с 5 августа то есть в августе безусловно я почти в этом не сомневаюсь европейский центральный банк расширит объемы программы количественного смягчения и это должно будет привести к ослаблению курса евро и по фунту 1 24 59 также протестировали 1 25 и свалились вниз сегодня в 11 30 сфер услуг важный сектор 85 процентов экономического роста он генерирует ожидания слабые в случае выхода плохой статистики фунт должен усилить потери на этом друзья все хорошей вам торговой сессии закрытие недели и до встречи понедельник все пока